Социализм уже теперь не есть вопрос отдаленного будущего. Мы социализм протащили в повседневную жизнь. Нам надо взять правильное направление. Нам надо, чтобы все было проверено, чтобы все массы и все население проверяли наш путь и сказали бы, да, это лучше, чем старый строй. Вот задача, которую мы себе поставили. Наша партия, маленькая группа людей по сравнению со всем населением страны, за это взялась. Это зернышко поставило себе задачей переделать все. И оно переделает. Дорогие товарищи, нас всех учеников и последователей Ленина вооружает сознание того, что нам суждено жить и работа в эпоху величайшего поворота в истории человечества. 20-й век это век претворения в жизнь ленинских идей. Это наш великий век. Ленин, что партию создал и поднял. Ленин великий и очень простой. Ленин, как прежде, идет и сегодня. Перед эпохой и рядом с тобой. Ленин, как прежде, идет и сегодня. Где эпохи передовая? Чем жива она и славна? Вот, веселая, трудовая, в громе строек встает она. Средь годов на поверху взятых, тех, что в памяти как гранит, перед вами шестидесятый. Улыбается и творит. Это время с народом вместе. Небывалый разбег берет. И нельзя нам стоять на месте. Все в движении. Все вперед. С нами Ленин. Рука простерта. Взмах призывный на всех путях. Это люди такого сорта. Что задумают? Воплотят. Вечно будет с друзьями рядом наша молодость, как была. Наши лица и наши взгляды. И незыблемые дела. Январь. По народной поговорке. Году начала зиме середка. Январь. К весне поворот. Сессия Верховного Совета СССР, не дожидаясь международного соглашения о разоружении, рассматривает вопрос разоружения путь к упрочению мира и обеспечению дружбы между народами. Мы вновь подали добрый пример, значительно сократив свои вооруженные силы. Добрый пример миролюбия. Вернемся памятью в 22-й год. Советская Россия предлагает мир и разоружение. Генуэрская конференция 29 стран. Ленинский наказ посланцам страны Совета. Георгию Чечерину, Максиму Литвинову, Леониду Красину. Обсудить вопрос о всеобщем сокращении вооружений и запрещении наиболее варварских средств борьбы. Необходимость мирного сосуществования. Мы неоднократно заявляли о нашем стремлении к миру, о том, что нам необходим мир. Но мы не намерены позволить, чтобы нас задушили насмерть во имя мира. Москва 60-го года. Эшелонами не впервые разъезжаемся кто куда. И сейчас на передовые едут гвардии рядовые Занимать рубежи труда. Вновь высоты берет пехота, Путь на север и на восток. Подходящая есть работа, Где знакомый по сотням фото Был когда-то подун порог, Где конструкции опоры Будут выситься до небес. Над рекой Ангарой В ту пору утверждалась Братская ГЭС. Крайне важно, по моему мнению, И с теоретической, И с практически агитационной точки зрения Сказать о том, что современная передовая техника Настоятельно требует электрификации всей страны. У нас есть разработанный план электрификации, Но выполнение этого плана Рассчитано на годы. Этот план даст полную возможность Ясно представить, Как в течение нескольких лет Вся Россия будет покрыта Сетью электрических проводов. Мы во что бы то ни стало Должны этот план осуществить. КОНЕЦ КОНЕЦ Над рекой Ангарой В ту пору Утверждалась Братская ГЭС. И уже для рукопожатия Символ мира и знак добра Руки к братску тянули братья Дети Волхова и Днепра. Простирая свое владычество, Солнцем вспыхивая во мгле, Зашагало его величество Электричество по земле. В 1920 году Ленин писал к Ржижановскому В 10-20 лет Мы Россию всю сделаем электрической, Доработаемся до стольких-то Тысячи или миллионов лошадиных сил Или киловатт, черт его знает. Есть ли бы еще примерную карту России И с центрами и кругами? Или этого еще нельзя? Вот карта нашей страны 60-х годов. Карта единой энергосистемы Во многом уже осуществлен. Если бы мы могли дать завтра 100 тысяч первоклассных тракторов, Снабдить их бензином, Снабдить их машинистами, Вы прекрасно знаете, Что пока это фантазия, То средний крестьянин сказал бы Я за коммунию, То есть за коммунизм. Может быть, одним из таких крестьян И был Павел Колобов. Павел Николаевич хорошо помнит Время первых созданных По завету Ильича Сельскохозяйственных кооперативов И первой советской трактор. А в 60-м году С конвейера одного только Сталинградского завода Сошел миллионный. Советский человек Стал хозяином земли. Заботливым, требовательным, умелым. И сама богатая и щедрая земля Словно поделилась с ним Своими сокровищами. Обращаю внимание На исключительную важность Работ по обследованию Курской магнитной аномалии. Я очень боюсь, что это дело Будет проведено без достаточной энергии. А между тем, по словам Икры Жижановского, и Мартенса, Мы имеем здесь почти, наверное, Невиданные в мире богатства, Которые способны перевернуть Все дело металлургии. 23-й год. Владимир Маяковский говорил Двери в славу, Двери узкие, Но как бы ни были они узки, Навсегда войдете вы, Кто в Курске Добывал железные куски. Год 1960-й. Лебединские и Михайловские Рудники Выдают руду. Уже общеизвестно, Что Курское месторождение Уникально по запасам руд, Но природа Упрятала эти богатства глубоко, Не поскупившись на подземные воды. Весной нынешнего юбилейного года Горники рапортовали Мы даем пятую часть Российской руды. Сквозь тайгу Через сотни речек В одиночку или в строю Мирных дел боевой разведчик Пролагает тропу свою. Путь, как в песне, поется долог. Кручи, осыпи, брот и волок, Сапоги тяжелы в ходу. С добрым утром! Как жизнь геолог В том далеком уже году. Преамурская тайга Преамурская тайга В районе реки Силенки Олег Кабаков Обнаружил олово. Потом На этом месте Возникнет город Горников, Которому Олег даст имя Солнечный. А Кабаков Уедет во Вьетнам. И в джунглях тоже будет искать руду. Мы Хотели записать его голос, Но не смогли. Научный сотрудник Ленинградского геологического института Олег Николаевич Кабаков Всегда в поиске. Мирные взрывы шестидесятого. Первые громы будущих новостроек. Все дальше в море уходит эстакада Челикена. По темпам роста Нефтянники Туркмении В шестидесятом году Обогнали Азербайджан. Рапорты года. Есть туркменская нефть. Есть сибирская нефть. Есть чугун Казахстана. В Тимиртау задута первая домна, комсомольская. И, может быть, главным словом тех дней Стало слово «высота». Не кочегары мы, не плотники, Но, к сожалению, горьких нет. Как нет, а мы монтажники, высотники, да, И с высоты вам шлем привет. Трепал нам в кудри ветер высоты И целовали облака. Слегка на высоту такую, милая ты, Уж не посмотришь свысока, свысока. Не откажите мне в любезности Пройтись со мной слегка туда-сюда, А то погибнут внеизвестности, да, Моя любовь и красота. Ты прекрати мои страдания, Минуты жизни в пустоте. Не те и наше первое свидание, да, Пускай пройдет на высоте. Минуты жизни в пустоте. Во время отдыха есть и обязанности. Этот маникюр – обязанность всех, Кто работает с тонкой капроновой нитью. Вернемся сквозь годы в начало К знаменитым ткачихам 30-х годов Маруси и Дуси Виноградова. Мария Ивановна Виноградова в 60-м году Заместитель директор ткацкой фабрики. Мы годами постарели, но все же мы молоды. Нас молодит счастье, жизнь и соседать В первой мире стране, идущей коммунизмом. Эстафету героев первых пятилеток приняли Николай Мамай, Серафима Котова, Валентина Гаганова. И все участники первого совещания Передовиков соревнования За звание бригад и ударников коммунистического труда. Все пять миллионов бойцов за коммунистический труд. Коммунистическая организация общественного труда Держится, и чем дальше, тем больше будет держаться На свободной и сознательной дисциплине Самих трудящихся. Сахалинские рыбаки. Бригада героя социалистического труда Александра Степанна Хан. Вот я 13 лет руковожу нашей бригадой. За 13 лет, не считая 1960-х года, При плане 43 тысячи центров 87 тысяч взяли. Один корреспондент посчитал там приблизительно 100 эшелонов, говорит, что железнодорожный состав. Да, это действительно много. А в чем вот секрет таких больших? А секретов никакого нет. Какой там секрет о рыбарском деле? У нас, знаете, что самая главная дисциплина хорошая была Бригаде и организованность. Рыбарский стан хороший был. Никто не уходили домой. Все были сборы, по первому сигналу выходили в море. Море. Лодки вдали маячат. Ветер, волна до небеса. Люди смелые там рыбачат. Только море порою прячет очень грозные чудеса. Водолазы Волобуев и Тишенко. Саперы морей. Это снова, чтобы не забылось, говорит о себе война. Нет, она не сдалась на милость. Замерла. В тиши притаилась. И готова к броску она. Над планетой давно простерла знамя мира моя Москва. Мы хватаем войну за горло. Но запомни, она жива. Если взглянешь на море с берега, только чайки да плеск волны. Но запомни, что есть Америка на планете с той стороны. Их авианосцы и тогда. В 1960-м были в боевой готовности. И атомные подводные лодки. Кстати, это тот самый Трэшер, что позже не поднялся со дна при таинственных обстоятельствах. Организаторы агрессивных военных блоков угрожают миру ракетно-ядерной войной. Господин Хойзингер, бывший гитлеровский генерал и его коллеги, чего они добиваются? 1 мая был дан старт американскому шпионскому самолету Локхит-У-2. Он летел над нашей страной, над каракумами. Над среднеазиатскими садами. Хозяева летчика Пауэрса убеждали его в превосходстве людей, говорящих на английском языке. Аида, what is this? И ты за как? Мурат, what is this? И ты за бол. Good. У меня по-английски карандаш. А как сказать по-английски карандаш? A pencil. Олечка, иди в группу. Goodbye. Он пытался фотографировать наши военные объекты. Но всевидящие локаторы уже давно нащупали шпиона. Ты этого хотел, Фрэнсис Пауэрс. Главные государственные обвинители. Летчик-шпион совершил вынужденную посадку. Тех, кто послал его, нет на скамье подсудимых. Но история никогда не оставляла безнаказанным чье бы то ни было посягательство на мирную жизнь. Мы неоднократно заявляли о нашем стремлении к миру, о том, что нам необходим мир. Но мы не намерены позволить, чтобы нас задушили насмерть во имя мира. Будьте начеку. Берегите обороноспособность нашей страны и нашей Красной Армии, как зеницу ока. В 1920 году Владимир Ильич был на параде Всевобыча. Шла Красная Армия первых лет революции. Красная площадь 60-го. Мы вынуждены создавать оружие для боя. Но куда радостнее нам взлет иных ракет. Посланцев науки. Разведчиков неизведанного, имя которому космос. 19 августа был запущен второй космический корабль-спутник. Имена космонавтов сразу же затмили блески ярчайших звезд кино и футбола. На спутнике весом в 4,5 тонны в космос отправились Белка и Стрелка. И благополучно вернулись обратно на Землю. Надо тысячу раз проверить, прежде чем свершить. Ибо нет на нашей земле ничего дороже и прекраснее человека. Операция на сердце ребенка. Лауреат Ленинских премий 60-го года. Академик Вишневский и профессор Мишалкин. Подождите! Подождите! Знаете что, а у меня есть сердце. У всех сердце. Мне мама сказала, ну стучись. Послушайте, хотите? Поворачивай до мамы, по делу идем. Я просто так, я провожу. Поворачивай, сказано. Мы траву идем сдавать, там маленьким нечего делать. Ну что, нельзя ли тебя завоешь ты? Если я захочу, я вам сколько наберу. Всякая разная трава будет. Выше небо. Выше небо врешь. Выше небо никто не наберет. Постановщики фильма Сережа, Даниэль и Таланкин получили большой приз кинофестиваля в Карловых Варах. Ах, малыш, голосочек звонок. Как же людям не воспевать чудо, имя ему ребенок. Нежность, имя которой мать. Демократическая республика Вьетнам праздновала свое 15-летие. Здравствуй, солнце, восход, славный край. Край родной и в ненастье, и в зной. Всегда ты со мной. Море льет, тихо в берег крутой. Рядом горы застыли туманной грядой. Ты проснулся, мой край, молодой. Тебе я верен, отважный мой берег. С тобой я снова родная страна. В твоих просторах мне мил каждый шорох. Многолик и един облик подлинно свободного Вьетнам. Семнадцатая параллель. На той стороне реки Бен Хай, Южный Вьетнам. На этом плакате написано «Смерть коммунистам». Кое-кто называет Южный Вьетнам свободной страной. Правильно, господа. Вьетнамцы свободны просить подаяния. Американцы строить базы. В письмах к родным они писали «Обо мне не беспокойтесь. У меня всего вдоволь. Вино, девочки, деньги». А что они пишут сегодня? В 1967 году. Тебе еще повезло. Тебя не прикончили в небе и не растерзали на земле. А стоило бы. Вьетнамский народ не покориться. Так и напиши своему президенту. В 1960 году был создан фронт национального освобождения Южного Вьетнама. В грядущих решающих сражениях движение большинства населения земного шара, первоначально направленное на национальное освобождение, обратится против капитализма и империализма, и, может быть, сыграет гораздо большую революционную роль, чем мы ожидаем. 1960-й называют годом Африки. Колониальная система распадалась с неудержимой силой. За год обрели независимость 17 африканских стран. К концу года их стало на континенте 27. Две трети территории Африки. Три четверти населения. Африку называли землею рабством. Африку называют разбуженным континентом. Поднимается знамя свободы. Мы выступаем теперь не только как представители пролетариев всех стран, но и как представители угнетенных народов, говорил Ильич. Представители – значит друзья, значит братья. С 1 октября в Университете Дружбы Народов в Москве начался первый учебный год. Говорят студенты. Канако, Нигерия. Я буду здесь учиться, чтобы стать женщиной-врачом. В моей стране я буду первый. Метью Ларис Мартел, Ганна. Я хочу стать инженером, чтобы трудиться в моей стране. Педро Тамалио, Чили. Я изучаю автоматику. В Латинской Америке нужны специалисты. Совсем недавно был студентом и Геннадий Шатков. Другого университета, Ленинградского. В 60-м году он, аспирант юридического факультета, уже сам принимал экзамен. Но еще никто не мог знать, что 50-й октябрь Шатков встретит проректором Ленинградского университета. А тогда его заботили не только экзаменом. Прославленный боксер готовился к Римской Олимпиаде. В древние века во время Олимпийских игр прекращались войны. Мирный огонь Олимпиады несет итальянский студент Жан-Карло Перис. Это было торжество юности и сил. Праздник дружбы под пятью кольцами Олимпийского флага. Один из руководителей американской делегации Пинку Собер сказал, если мы не победим в Риме, я готов съесть свою шляпу. Приятного аппетита, мистер Собер. Мы увезли из Рима 43 золотых медали, значительно опередив американцев. Наши спортсмены побеждали не только в Риме. Финальная встреча на Кубок Европы. Наши спортсмены в темных уголках. В начале игры югославские футболисты настойчиво атаковали ворота советской сборной. Несколько трудных мячей умело парировал Лев Яшин. В конце первой половины югославским футболистам удается открыть счет. Начинается вторая половина игры. Советские футболисты штурмуют ворота югославов. И вот Слава Метервелли сравнивает счет 1-1. Судья назначил дополнительное время. За несколько минут до окончания матча центральный нападающий Виктор Понедельник забивает ревчающий гол. Кубок у советской сборной. Да, мы можем быть друзьями, как Дональд Брек и Булатов. Помогать друг другу, как Ральф Бостон и Вея Крепкина. Понимать друг друга, как Рефер Джонсон и Василий Кузнецов. Прыгает Шавлаканцев. Рядом его товарищ, 19-летний Валерий Брунер. А это разминаются американские боксеры. Среди них будущий чемпион мира Кассиус Клей. Через несколько лет знаменитый спортсмен оказался в тюрьме. Вьетнам не сделал мне ничего плохого. Я отказываюсь надеть форму американского солдата. Он не хочет такой судьбы. Капитализм гибнет. В своей гибели он еще может причинить десяткам и сотням миллионов людей невероятные мучения, но удержать его от падения не может никакая сила. 23 июня народ Конго приветствовал первое в истории страны свое законное правительство. Бизнесмены уже прикидывали, чего лишаться они, если мир выйдет из повиновения. Обесценены акции, потеряна власть, а с ней доходы. Разве можно это позволить? Разорвать республику на части. Вот что задумали империалисты. Прежде всего, отторгнуть Катангу. Край урана и кладезь богатств Конго. Надо найти предателя. Он нашелся. Моис Чомбе. Бельгийский майор Вебер дергает нити, и марионетка летает, вышагивает, произносит речь. На разбуженном континенте столкнулись свет и тьма. Патрис Лумумба, глава законного правительства, права которого трижды подтверждал парламент, обратился за помощью в ООН. В Конго введены войска ООН. Но руководство всеми военными и гражданскими операциями в Конго захватили американские чиновники. Они сразу же начали акции, не имеющие ничего общего с решением Совета Безопасности. Их связывала трогательная и бескорыстная дружба. Под прикрытием войск ООН бельгийские отряды захватывали города и населенные пункты страны. Наемники срывали злость на пленных, обезоруживали конголезскую армию. Последний путь гордого сына Африки Патриса Лумумба. Через несколько месяцев он будет замучен и убит. Но ответил на лязг затвора голос мира и гнев его. Их душители только свора. Нас, несметное большинство, это воля всего народа. разом выплеснулось крича мир планете, рабам свобода и возмездие палачам. Это мы продолжаем натиск. Люди мира вблизи, вдали, под бессмертным соединяйтесь, пролетарии всей Земли. Борьба рабочих всех стран за освобождение имеет успех лишь при совместной борьбе рабочих против международного капитала. Вот почему товарищем русского рабочего в борьбе против класса капиталистов является и рабочий немец, и рабочий поляк, и рабочий француз. Москва Декабрь Опубликовано заявление состоявшегося здесь совещания представителей 81-й коммунистической рабочей партии навсегда исключить возможность любой войны из жизни человеческого общества. Уже в современную эпоху избавить человечество от кошмара новой мировой войны. Коммунистические партии всех стран посвятят осуществлению этой великой исторической миссии все свои силы и энергию. Никакие потуги империализма не могут остановить поступательное развитие истории. Главная отличительная черта нашего времени состоит в том, что мировая социалистическая система превращается в решающий фактор развития человеческого общества. Объединенными усилиями мирового социалистического лагеря, международного рабочего класса, национально-освободительного движения всех стран, выступающих против войны и всех миролюбивых сил мировую войну можно предотвратить. Можно жить в дружбе, можно помогать друг другу, так говорят люди доброй воли. Буря унесла в океан баржу с четырьмя советскими воинами. В 49 суток продолжался их беспримерный древь. Американские моряки, обнаружившие баржу, были потрясены мужеством наших ребят. Нечеловеческие испытания они выдержали, как подобает людям. И, спасенные людьми, они возвратились домой. Славные четвертые. Зиганшин, Федотов, Поплавский, Крючковский. Этот знаменитый Оленбомбар, пересекший океан на резиновой лодке. Чтобы выжить при таких условиях, нужно быть настоящими людьми. Мне очень хотелось бы с ними встретиться. Настоящими людьми. Река Енисей, дивный город. Рождается Красноярская ГЭС. Прораб Юрий Савинарт и начальник участка Гладун. Юрий приехал сюда одним из первых. В институте защитил диплом проект Красноярской ГЭС. Днем и ночью под ливнями и в пургу сдерживал он с друзьями натиск Енисея. Вот каким виделся ему грядущий город со сказочным именем Девногорск. Забегая вперед, скажем, он сейчас почти такой. Может быть, менее картинный, но более живой. И сынишка Юрия Савинарда наверное успел позабыть мостки, по которым шествовал в детской саде. В дни весеннего паводка, когда Енисей грозил затопить котлован, Юрий знал Настоящие люди не уступят реке. Волны силой многотонной бьются ночью в заслон бетонный, угрожая наделать бед. Слава смелым, кто тьму рассеял, покорители Енисея в эти ночи рождали свет. Казахстанская степь. Первую борозду по целине здесь проложил запорожский тракторист Михаил Довжик. Проложил и остался жить и работать. После трудового дня бригада Довжика собирается у костра. ПЕСНЯ ПЕСНЯ Люди приехали сюда не на экскурсию. На всю жизнь. А своих товарищей бригадир Михаил Довжик написал книгу «Разбуженная степь». Тысячи незнакомых друзей-читателей откликнулись на нее. На участке его бригады больше земли, чем во всем запорожском колхозе. ПЕСНЯ Было трудно на целине. Но Довжик и его друзья первая бригада коммунистического труда в Казахстане выстояли. Горы Теньшане 101-й мост инженера Павлова должен соединить север и юг Киргизии. Главный инженер Дмитрий Павлов отдал приказ о наводке мостами. Здесь сейчас сосредоточено все точность и вдохновение, техника и нервы, мысль и руки. Это стоит выигранного боя. Мост встал на место. Добрый и неколебимый памятник 60-го года. Ни к чему подводить итоги, если время спешит вперед. Был он просто одним из многих, весь в работе, всегда в дороге вдохновенный советский год. Нет, не памятные подарки, а приметы его трудов, звезды спутников, звезды сварки, геометрия проводов. Веком атома и конструкций называют 20-й век. Люди к новым победам рвутся. Продолжается революция, возвышается человек. До сих пор как о сказке говорили о том, что увидят дети наши. Но теперь, товарищи, вы ясно видите, что заложенные нами здания социалистического общества не утопия, еще усердней будут строить это здание наши дети. КОНЕЦ 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 КОНЕЦ